У жителей Троицкой бухты настоящий праздник. Им, наконец, открыли их любимый причал. Теперь они снова могут добираться на работу беспрепятственно на катере. Очень рады. Главное, дети бегают. Долго ждали? Долго. Я рад, что открыли Троицкий причал на северной стороне. И это очень удобно. Причал закрыли еще в 2019-м на ремонт. Состояние у него было, мягко говоря, неудовлетворительное. Сооружение практически разрушилось. Все пришлось отстраивать заново. Рядом два крупных завода. 13-й судоремонтный и Арсенал. Именно на этот причал катера привозили сотрудников предприятий. И с него же увозили домой. Много месяцев люди ездили на перекладных. Люди, которые работают в этих воинских частях, живут в Инкермане. Чтобы добраться до работы, едут с Инкермана на пятый километр, с пятого километра до Малашки, с Малашки на Троицкий причал. Это уходит полтора-два часа туда, полтора-два часа обратно. Очень не хватает катера. Добираться по два часа со Стрякова – это очень тяжело. Тем более сейчас столько транспорта. Катер нас очень выручал. И люди были довольны, и не увольнялись. За два года причал преобразился. Старый пирс пришлось демонтировать. Ремонт он не подлежал. Теперь Троицкий причал не только красивый, но и удобный. У него сделаны перила, тактильная плитка и даже поставили освещение. Правда, конечно же, есть и некоторые недочеты. Ну, хотелось бы, чтобы работали фонари. Как-то темно и жутковато ходить. И обратно оттуда нам добраться практически. Ну, вот идет там, сколько в полшестого сейчас они пустили. Но нам это поздно, потому что у нас рабочий день до четырех где-то. Фонарей нету. И плюс еще вот, когда непогода, мы уже об этом разговаривали. Хоть бы какой-нибудь козыречек был. В департаменте городского хозяйства пообещали со временем недочеты устранить. Мы там были с губернатором. Губернатор встречался с жителями, которые обратились к нему. О том, что попросили, чтобы сделали участок и благоустроили его. То есть, все спуски к причалу. Губернатор дала такое поручение. Мы разрабатывали в течение этого времени проект. Потому что очень сложные элементы там. Сейчас обеспечение доступности надо организовать. Рельеф очень сложный, большой склон. Соответственно, мы определили подрядную организацию, которая в этом году там все это сделает. Рейсы с причала номер 65 ходят два раза в день в 7.40 и 17.10. Но если понадобится, на маршрут могут выйти дополнительные катера. Будем, соответственно, анализировать пассажиропоток. Если необходимо будет увеличить количество рейсов, значит, будем однозначно увеличивать и привлекать или катера СЕФ «Электроавтотранса», или привлекать частников для данной перевозки. Что касается самого причала, есть там определенные работы, которые еще не закончены. Наши коллеги с департамента капитального строительства, департамента городского хозяйства. Они данные работы, естественно, приведут в порядок, благоустроят территорию. И причал станет не только безопасным, но и комфортным для его дальнейшей эксплуатации. Валерия Нечпол, Деливер Меджитов, Сергей Котляренко. Новости Севастополя.